Можно месяцами, годами ходить получать эти сертификаты. Вот Росздравнадзор принял наших специалистов, принял компанию «Балтакс» Балашов и компанию «Пирогрупп Саратов». Компания «Балтакс», они сегодня выпустили уникальный защитный костюм с великолепного материала, который так необходим именно сегодня первичному звену. Это первые в России, которые получили регистрационное сверение на медицинское изделие, о чем я говорил, что отсутствует у нас сегодня в торговле, в сети свободной, где мы стоим в очередь для того, чтобы... Вот два сертификата показывают. Поэтому это тоже большая работа. Большая работа и такая объединенная на результат. Поэтому есть такой результат. Теперь мы не будем ждать, мы обеспечим все свое здравоохранение. И мы выйдем на рыночные отношения вообще в формате российской, да и не только федерации, можем сегодня производить это изделие. Посмотрите, наша группа «Нитофарм» сегодня выпускает средства дезинфицирующие и средства для рук. И все в упаковке культурной, все в фасовке культурной. Вот три направления. Сегодня еще одна наша компания, которая совместно работает с нашим госуниверситетом, находится в Москве тоже на защите по сертификации. Представь себе, вот надо было все в этой ситуации оживить и отойти от того, что мы ожидаем нам поставить Китай, поставить еще кто-то, поставить другая территория. У нас такие возможности есть, у нас есть великолепные люди, великолепные наши ученые, наука наша, наша высшая школа. Поэтому, мобилизовав все усилия, нам удалось сегодня перестроить свои линии и запустить такие средства защиты для наших, прежде всего, медицинских работников, которые находятся на острее, и для наших жителей. Спасибо за просмотр!